Я часто тут разговариваю на улицах с трудовыми мигрантами, и говорю, что за оплату мне не дали, и что. Я говорю, напиши заявление, одну бумажную. Я не могу написать заявление. А что, это не грамотно, что ли? Что, в первом классе не учился? Нет, учился, говорят. 33 буквы знаешь? Знаю. А почему ты в таком состоянии не можешь? Ну, у меня не было возможности учиться, у нас такое положение в Узбекистане тяжелое. Вот здесь я не могу с ним согласиться. Как минимум, каждый имеет 9-классное образование, и плюс 3 года в колледже. Вот колледж там фуфло, там особо не учат, но как минимум 9 классов в школе обучались. Любая даже девушка, которая вышла замуж сразу после 9-го класса. И что они не могут написать одну бумажку, это меня удивляет. И всегда я им привожу пример своего отца. Мой отец среди братьев, он средний. Когда ему было 6 лет, его отец умер, мой дед умер. Их осталось 5 братьев, один малый и младшая сестренка, 6 детей. Бабушка и их мама, она даже расписываться не умела, колхозница, в глухом кишлаке. И вот у этой колхозницы 6 детей, 1 годик, 2 годик, 3, и самым старшим там 10 лет. Вот как она выросла. Самый старший, значит, потом военная началась, он на фронт пошел, инвалидом стал, дважды ранен, поэтому не учился. А остальные 4 брата, из них двое ученых, и двое школьных директора до самой пенсии. Вот, если хочешь учиться, можно учиться. Вот пример моего отца. У них в кишлаке в то время было всего 4-х летка, школа 4-х летка, больше 4-х классов не было образа. И после окончания 4-х классов, все одноклассники ушли работать на поле, чтобы зарабатывать вкусы хлеба. Единственное, что мой отец продолжил учиться, каждый день ходил пешком много километров в районный центр. И так он закончил еще 3,5 года, итого 7,5 класса образования. И потом началась война, учителей всех забрали на фронт, некому было детей учить, и он стал учителем в школе во время войны. После окончания войны он хотел продолжить учебу, и с 7,5 классом образования он поступил в Самокранский университет на факультет физико-математический факультет отделения механики. Закончил его с отличием, стал преподавателем, Ферганский преподавателем стал, потом поступил в Киев в отчетную аспирантуру, закончил, успешно защитил кандидатскую диссертацию, получил степень кандидатского физико-математических наук, работал со знаменитым академиком Саром Саковым в Ташкенде, в Академии наук работал. Потом, когда в Аннижане открылся институт Хавководства, он стал там заведующий кафедр высшей математики, потом в Фергане, когда открылся политехнический институт, он стал заведующий кафедр Сапромат, это самая сложная кафедра, даже есть поговорка среди технарии, сдал Сапромат, может жениться. Потом опять в докторантуру поступил в Киев, защитил докторскую, стал профессором, написал много книг в своей сфере. И после его смерти, я когда его бумаги перебирал, он нам об этом не говорил, так как секретные бумаги были, там мне попались бумаги, бумага из Академии имени Жуковского, Московская Академия, военная Академия, о том, что его разработки применялись в военно-инженерной Академии Жуковской, или из Ленинграда, кафедра военного кораблестроения, там начальник кафедры, какой-то адмирал, пишет официальное письмо, что ваши разработки применялись в строительстве военных кораблей и подводных лодок. Мой отец в жизни моря не видел, кишлаж на паре, но его разработки применялись, вот видите, в строительстве подводных лодок, кораблей, и вообще в обороне СССР. Вот что оказывается можно при желании учиться, у человека самого должно быть желание учиться. Возьмем пример Ломоносова. Ломоносов, он тоже крестьянский парень, поморский парень, пешком пришел в Москву, уже был такого большого возраста, с маленькими детьми учился в школе, и говорили, дядя, доставим воробушку, обзывали его. И что достиг? Он достиг того, что стал великим ученым, стал президентом Академии Российской, его имя вносит до сих пор ведущий в ВУЗ СССР, часть России, МГУ, Московское государство, имя Ломоносова. То, что у человека самого должно быть желание, а не то, что у меня не было возможности. Что там, война идешь? Да, экономисту тяжело, да, чуть-чуть хуже, чем в советское время, но было бы желание. И всегда я привожу этот пример моего отца. Или вот даже я, значит, сам, после окончания службы в Афганистане, я приехал в Москву, поступил в ученую аспирантуру, здесь после окончания аспирантуры, я, как нужный ученый молодой, был оставлен в подмосковный институт, один из ведущих институтов, там мне дали жилье, прописку. То есть, если бы я здесь не закончил аспирантуру, и не был бы нужным человеком, ученым, мне бы, наверное, тоже бы не дали бы ни прописки, ни жилья, я бы тоже, наверное, стал бы каким-то сейчас гастарбайтером, или вел бы тяжелый образ жизни в Узбекистане. Это тоже мне дало, вот нынешнее мое состояние, это учеба, учеба, еще раз учеба. Я вот три года назад закончил еще очередной вуз, снова закончил юридист факультет. Сейчас собирался еще поступать в МГИМО, но денег нет платить за учебу. У меня тут товарищи, задние татарские писатели. Он 75 лет поступил в Литературный институт имени Горького, закончил 78 лет. Он сейчас зам главного редактора газеты «Татарский мир». Он сам вообще капитан первого ранга, подводник. Вот в таком возрасте люди учатся. В учебе развития государства, вот даже возьмите пример, Япония или Германия, разбитые страны, проигравшие войну, они стали из пепла, сейчас передовые страны мира, последние полвека, из-за того, что они взяли за, как бы сказать, за авангард, учебу, науку, технологии и прочее. Даже возьмите герб ГДРа, предыдущая, до объединения Германии, был ГДР. Вот на гербе Германии, это ГДР, изображен циркуль, один из символов науки, на государстве. То есть, значит, Германия, путем науки, тоже вышла на передовые рубежи. Вот сейчас она ведущая страна Европы в экономическом плане. Так что все в учебе, как говорил Великий Ленин, учиться, учиться и еще раз учиться. Алиакхе. Аминь. Алиакхе. Алимь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok